Гюнтер Грасс. Жестяной барабан. Перевод с немецкого Софьи Фридлянд. Анне Грасс. Действующие лица и события в книге выдуманы автором. Любое сходство с живыми либо умершими людьми является чисто случайным. Книга первая. Просторная юбка. Не скрою. Я пациент специального лечебного учреждения. Мой санитар следит за мной. Он почти не спускает с меня глаз. Ибо в двери есть смотровое отверстие. А глаз моего санитара, он того карьего цвета, который не способен видеть насквозь голубоглазого меня. И, следовательно, мой санитар никак не может быть моим врагом. Я даже полюбил его, этого соглядатая за дверью. Едва он переступает порог моей комнаты, рассказывая ему всякие эпизоды из своей жизни, чтобы он узнал меня поближе, несмотря на помеху в виде смотрового глазка. Добряк, судя по всему, ценит мои рассказы. Ибо стоит мне сочинить для него очередную побасенку, как он, желая выразить свою признательность, демонстрирует мне очередной новейший образец своего рукоделия. Оставим в стороне вопрос, можно назвать его художником или нет. Хотя не исключено, что выставка его творений стяжала бы одобрительные отклики в прессе. И даже привлекла бы несколько покупателей. Он вывязывает из обыкновенной бечевки, которую подбирает и затем распутывает в палатах у своих пациентов, когда тех покинут посетителей многоузловых чудищ, затем обмакивает их в гипс, дает высохнуть и накалывает на вязальные спицы, укрепленные на деревянных брусочках. Порой он носится с мыслью делать свои творения цветными, но я его отговариваю. Я указываю на мою крытую белым лаком металлическую кровать и прошу его мысленно, представить себе это совершенство в размалеванном виде. Тогда он в ужасе всплескивает над головой своими санитарскими руками, пытается одновременно выразить на своем несколько неподвижном лице все мыслимые формы ужаса и отрекается от своих многоцветных планов. Итак, моя казенная металлическая крытая белым лаком кровать служит образцом. Для меня она даже нечто большее. Моя кровать — это наконец-то достигнутая цель, мое утешение. Она могла бы стать моей верой, дозволь начальству моего заведения предпринять некоторые усовершенствования. Я бы сделал повыше решетку кровати, чтоб никто не подходил ко мне слишком близко. Один раз в неделю день посещения разрывает мою переплетенную белыми металлическими прутями тишину. Тогда приходят они, те, кто желает меня спасти, те, кому доставляет удовольствие любить меня, те, кто ценит меня, уважает и хотел бы поближе узнать во мне самих себя. Да чего ж они слепы, неврастеничны, невоспитаны. Они царапают маникюрными ножницами по белому лаку моей решетки. Они рисуют ручками и синим карандашом продолговатых непристойных человечков. Мой адвокат, взрывая комнату громогласным «Привет!», всякий раз напяливает свою нейлоновую шляпу на левый столбик в изножье кровати. И ровно настолько, сколько продолжается его визит, а адвокаты могут говорить долго, он подобным актом насилия лишает меня равновесия и бодрости духа. После того, как посетители разложили свои гостинцы на белой, крытой клеенкой тумбочке под акварелью с анимонами, после того, как им удалось поведать мне о своих текущих, либо планируемых идеях по спасению и убедить меня, которого они без устали рвутся, спасать в высоком уровне своей любви к ближнему, их снова начинает тешить собственное бытие, и они прощаются со мной. Затем приходит санитар. Проветрить и собрать бечевку от пакетов с гостинцами. Нередко у него еще остается время, чтобы, присев после этого на мою кровать и распутывая бечевку, распространять вокруг себя тишину, до тех пор, пока я не начинаю называть тишину именем Бруно, а Бруно — тишиной. Бруно Мюнстерберг, я имею в виду своего санитара, на мои деньги купил мне пятьсот листов пищи и бумаги. Бруно неженатый, бездетный и родом из ЗАО Ирландо. Готов, если запасов не хватит, снова наведаться в маленькую ловчонку пищебумажных товаров, где торгуют также и детскими игрушками. Дабы обеспечить меня необходимой неленованной площадью для моей, будем надеяться, надежной памяти. Никоим образом не мог бы я попросить об этой услуге своих визитеров, скажем, адвоката или клепа. Хлопотливая, прописанная мне любовь наверняка не позволила бы моим друзьям приносить с собой нечто столь опасное, как бывает опасно чистая бумага, и предоставлять ее в распоряжение моему непрерывно извергающему слова духу. Когда я сказал Бруно, «Ах, Бруно, не купишь ли ты мне пятьсот листов невинной бумаги?», тот возвел глаза к потолку и, воздев в том же направлении указательный палец, что невольно устремляла мысли к небесам, ответил, «Вы подразумеваете белую бумагу, господин Оскар». Я остался при своем словечке «невинная» и попросил Бруно употребить в лавочке именно его. Вернувшись ближе к вечеру, с пачкой он предстал передо мной как Бруно, обуреваемый мыслями. Многократно и подолгу задерживал он взгляд на потолке, откуда черпал все свои откровения, и немного спустя высказался. «Вы порекомендовали мне должное слово. Я попросил у них невинной бумаги, и продавщица сперва залилась краской и лишь потом выполнила мою просьбу. Опасаясь затяжной беседы о продавщицах пищебумажных лавок, я раскаялся, что назвал бумагу невинной, а потому молчал, дожидаясь, когда Бруно выйдет из комнаты, и лишь после этого вскрыл упаковку, содержащую пятьсот листов бумаги. Я не стал слишком долго держать и взвешивать на руке упругую, неподатливую пачку. Я отсчитал десять листов, запрятал в тумбочку остальные, авторучку я обнаружил в ящике рядом с альбомом фотографий. Ручка заправлена, недостатка в чернилах быть не должно. Как же мне начать? При желании рассказ можно начать с середины, и отважно двигаясь вперед либо назад сбивать всех с толку. Можно работать под модерниста, отвергнуть все времена и расстояния, дабы потом возвестить самому или передоверить это другим, что наконец-то удалось разрешить проблему пространства и времени. Еще можно в первых же строках заявить, что в наши дни вообще нельзя написать роман. После чего, так сказать, у себя же за спиной сотворить лихой триллер, чтобы в результате предстать перед миром как единственно мыслимый сегодня романист. Я выслушивал также слова о том, что это звучит хорошо, что это звучит скромно, когда ты для начала заявляешь «нет больше романных героев», потому что нет больше индивидуальностей, потому что индивидуальность безвозвратно утрачена, потому что человек одинок, каждый человек равно одинок, не имеет права на индивидуальное одиночество и входит в безымянную лишенную героизма одинокую толпу. Так оно, пожалуй, и есть и имеет свой резон. Но что касается меня, Оскара, и моего санитара Бруно, я бы хотел заявить, мы с ним оба герои. Герои совершенно различные. Он за смотровым глазком, я перед глазком. И даже когда он открывает мою дверь, мы оба при всей нашей дружбе и одиночестве отнюдь не превращаемся в безымянную лишенную героизма толпу. Я начинаю задолго до себя, поскольку никто не смеет описывать свою жизнь, если он не обладает достаточным терпением, чтобы перед тем, как наметить вехи собственного бытия, не упомянуть на худой конец хоть половину своих дедов и бабок. Позвольте же мне всем вам, мои друзья и мои еженедельные посетители, принужденным вести запутанную жизнь за стенами моего специализированного лечебного учреждения, всем вам, даже и не подозревающим о моих запасах пищи и бумаги, представить бабку Оскара с материнской стороны. Моя бабка Анна Бронски сидела на исходе октябрьского дня в своих юбках на краю картофельного поля. До обеда можно было наблюдать, как бабка умело сгребает вялую ботву в аккуратные бурты. К обеду она села подслащенный сиропом кусок хлеба с жиром, затем последний раз промотыжила поле и, наконец, осела в своих юбках между двух почти доверху наполненных корзин.